всем привет сегодня я вам расскажу про отдых в станице тамани в основном сюда приезжают отдыхать те кто любят попробовать вина потому что здесь вообще в принципе на таманском полуострове большое количество заводов выращивается виноград допустим в станице тамань есть винзавод называется шато тамань если вы выбираете для отдыха станицу тамань то вы должны знать что здесь не так уж много всяких развлечений из них есть разве что казачья станица а тамань где проходят разные мероприятия там праздник борща там варениках я не знаю что там еще может быть мои родители как раз все посещали это место но мне не довелось также здесь есть раскопки древнего города германессы и здесь очень много разных музеев поэтому если вы интересуетесь таким еще в том числе образовательным отдыхом то вы можете конечно же посетить и вот эти музеи еще на берегу моря в центральном таком сквере парке находится маленький музей лермонтова мы сейчас как раз направляемся вдоль поселка и покажу вам что это за центральный такой парк куда я бы все таки его называла сквериком потому что он очень маленький компакт некий там собственно сразу же с него выход к морю по лесенкам вот но там тенек и это самое хорошее потому что такую жару хочется где-то знаете ли не всегда под солнцем сидеть а еще отдыхающим здесь стоит попробовать рыбу здесь огромный выбор разные мы всегда покупаем у меня папа любители рыбы мы жарим любим жареную вяленую соленую в общем перепробовали до копченую перепробовали разные виды уже собственно вот 7 горбуша окунь кефаль кита для себя вот та самая кстати барабулька да который сегодня говорим о лидар и свежую еле и вяленую в общем большое количество разный выбор это икра который сирену кушали да это вот это покупал ничего себе она другая всегда мы любим какой покупать кефаль на кефаль любим покупать кефаль сом копченый мы будем но это не здесь осталось вот это не покупается вообще а вы ее еще жарите покупать нет это свежая но и такой покупал а вот именно если полудового копчения понятно вот в общем такой выбор рыбки так все-таки что конкретно вы любите брать так как большой выбор рыбы мы берем конечно самое вкусное нам очень понравился сом свежий его можно и поджарить ну в общем мы любим любим рыбы покупаем разную рыбу и кефаль и сомчу там барабульки барабулька тоже вот мы брали ее готовили большой выбор рыбы стоит попробовать мам расскажи вообще как обстоит обстановка здесь не всегда чем живут чем живет вообще поселок чем живут местные жители зимой осенью когда нет того наплыва туристов что летом ну прежде всего здесь есть работа у нас есть здесь предприятие эвка очень крупное предприятие там а нефтегаз тоже очень крупное предприятие туда все хотят попасть работать ну и идет в принципе еще строительство моста железной дороги поэтому у нас здесь с работой очень хорошо но здесь еще в там они все-таки очень много индивидуальных предпринимателей которые делают все во благо для своих жителей здесь можно все купить приобрести хотя вроде бы здесь останется проживать здесь очень много людей но здесь как бы не утихает летом понятно что наплыв отдыхающих все делается для отдыхающих ну а в такое время года уже в обычном да там с осени до весны люди просто живут работают вот мы уже почти дошли до парка того как раз рядом с ним еще находится ресторан где можно попробовать разные вина ну какой сверху какой да от елок в анапе ведь также идешь и пахнет этим вот какая тишина вот прям благодать давайте пройдемся направо да посмотрим что у нас тут скверик как вы можете уже заметить небольшой совсем да так как я уже сказал что здесь производится очень много раскопок то такие инсталляции есть вот это забавно мы здесь конечно уже все обходили нафотографировались уже вдоль со всеми кто к нам приезжает у меня такая фотография то есть когда я только приехала приятно очень прохлада до этого места уже такой морской бриз доносится вот мы подходим к дому музею лермонтова понедельник выходной день 50 рублей стоит посещение кстати здесь я впервые такую штучку увидела что там книжки можно брать читать сейчас она закрыта потому что наверху гвоздик можно конечно подвинуть вот посмотрели ну то не надо уже закрывать даже можно здесь правила пользования и закрывать посидеть отдохнуть почитал вот сам дом музея лермонтова нарезать а теперь вот и а и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пляж у нас здесь галечный Галька мелкая И уже мы видим водоросли Сейчас зайду, попробую, потрогаю Какая вода вообще Субтитры сделал DimaTorzok Итак, я сходила, поплавала в море Вода в принципе нормальная, теплая Но минус такой, что при входе в воду камни И очень больно вообще заходить, выходить И почему-то очень много водорослей У входа их прям огромное количество Но когда там даже отходишь на несколько метров Все равно они плавают Так что те, кто не любит водоросли Я думаю, это не для вас Во всяком случае В июне Я не знаю, почему так Море не должно хотят свисти Возможно, что в предыдущие дни был шторм И накуролесило это, намесило все Возможно из-за этого Так что будьте в курсе Что могут быть водоросли Еще те грибочки, которые были в том году От солнца, их убрали Но зато поставили платные лежаки Но блин, это нехорошо Я не знаю, почему так сделали Так не должно быть На пляже в любом случае Администрация должна поставить какие-то навесы Где могут сидеть все Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Детская площадка Много лавочек В принципе, тенек Ну да, отдохнуть, везде посидеть Просто в прохладном месте В тишине так А мне кажется, вечером здесь сиделает Сходили мы на рынок в Тамане И решили там попробовать купить восточные сладости Я очень долгое время хотела попробовать пахлаву И наконец-то это сбудется Вот, она, конечно Это не дешевое удовольствие Такая нам баночка вышла на 300 рублей Но она, конечно, тяжелая Но тем не менее Вот, сейчас будем пробовать Ошмет прям Ну, запах своеобразный Не знаю даже Ну как, тесто, что ли, какое-то Так Беру я эту штучку Какое-то вкусное Да Очень сладко Вкусно Орешки Да Чувствуется вкус орешков Прям да Здорово Мне кажется, даже ни с чем не сравнить Ну, разве что По вкусу похоже на казинаки Вот так вот Интересно Поэтому Если вы тоже хотите Что-нибудь такое Попробовать на своем отдыхе Идите на рынок На рынке Всегда есть много всего Можно найти что-нибудь Для себя Так, сейчас я еще попробую Другую штучку Она похожа Что с кокосовой стружкой Вот, смотрите, какая она Похожа, да На кокосовую стружку Да Даже вкуснее Ощущается еще При вкус кокоса И она Чуть суше, чем предыдущая Да Вкусно Всем спасибо за просмотр Ставьте лайки Если у вас остались какие-нибудь вопросы То обязательно пишите в комментариях Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok